так только потихонечку у нас пополнение дочка конечно спит да да ты конечно подрещавее чем чем тот то то здоровый ну по-любому будет на экран выводиться да то что будет сниматься на сцене не попала финал бежишь в баньку в баньке с веничком нормально отпарит все сделают просто люблю да просто люблю банановый протеин от геона он не надоедает привет ребята заходите в гости так только потихонечку у нас пополнение дочка конечно спит но вот у нас видите теперь антураж мы заходить не будем ну так заглянем только пойдем поздороваемся с нашей второй половины аня у нас гости ну вот у нас опять гостях после последнего нашего визита у нас конечно прошло пополнение аня тогда еще была животом сейчас она уже начала тренироваться дочка спит но мы сегодня с вами конечно же съездим посмотрим где будет проходить турнир дудушкин фитнес фэмили о сигнал дочь проснулась и соответственно я вам покажу вообще какие удобства там будут и как это будет проходить сейчас мы едем на место соревнований где будут проводиться посмотрите что это такое хочется сказать о том что это не дк и меня это радует это формате как здесь хотите там сокольники да только в меньшем масштабе конечно масштабе города областного но тем не менее там на 1200 посадочных мест можно спокойно установить и ну соответственно гораздо больше места за кулисами уже новая сцена да там освещение более продвинутым там проходят концерт в основном всякие форумы я могу сказать что мне допустим бодибилдинг но много дал да в жизни что там греха таить я встретил аню благодаря бодибилдингу в принципе все что у меня есть наверное по большому счету благодаря бодибилдингу и конечно же родителям которые скажем так не мешали мне заниматься бодибилдингом не прямо то что там помогали но не мешали это точно это уже хорошо и поэтому наступил такой момент когда ты решаешь что что-то и ты должен дать тоже бодибилдингу и отчасти как-то вспоминая свои соревнования какие-то там область там какую-то я не говорю там чемпионаты мира что такое ну масштаба может там регионального какого-то где обычно медальки попроще либо совсем нету призовых никаких либо какой-то дк знаете такой но совсем вот что человек а пока фотографии с турнира ну их вообще нету или у меня нету а медали где-то потерял потому что ему но не совсем удобно показывать качество той медали или как она выглядит ну как бы она немножко выглядит неформатно не солидно если хотите поэтому хотелось сделать турнир с красивыми добротными медалями медали будут как на чемпионате россии потом соответственно конечно же хотелось призовый фонд иметь была бы моя воля я бы сделал там и 100 тысяч призовик да но сейчас я исхожу из своих возможностей так ну вот это место где будет проходить соревнования гран-при как мы его назвали парк экстрим здесь проходят всякие концерты форумы давайте заодно и посмотрим что там сейчас происходит так заходим добрый день ну видишь мы сейчас зайдем сюда и даже две зоны то есть вот такая вот здесь вообще здравствуйте здесь такая видишь игровая как будто нам не нужен да как у нас соответствует будет вот она вот экран уже он уже здесь есть соответственно будет и онлайн трансляция я надеюсь что ну по-любому будет на экран выводиться да то что будет сниматься на сцене сцена кстати амортизирует профессиональные здесь свое время даже по моему чемпионата россии по гимнастике проводились опять же вот проводя турнир до который мы задея затеяли хочется вспомнить свой первый турнир на котором я участвовал это был ой это был чемпионат это был кубок москвы 2000 года я такой старый уже ну я в принципе ничего плохого не могу не вспомнить ну конечно же я его выиграл по юноше у нас было три юноша как я помню сейчас было потом я в юниорах выступил стал тоже вторым и еще и мужиках стал вторым ну в конечно же там не был никаких призовых были медали конечно но как то все равно так все было скомкано и это часто бывало на области на каких-то турнирах там может конечно статус турнира для людей важнее поэтому мы решили допустим я как решил что пусть быть немного категорий потому что все-таки это первый раз таком формате опять же на такой площадке и если нам понравится и в первую очередь понравится спортсменам бикинистам пляжникам и у нас еще фитнес то возможно конечно будет расширение категории и мы может быть этот турнир сделаем ежегодным и конечно же сделаем его чуть позже в сетке соревнований вот это все место наше будет здесь можно все это еще сдвинуть ближе к сцене и туда все тоже все тоже все наш отсюда все ну берется что нам не нужно автомат конечно не будет туалеты слава богу есть мы наверное поделим я думаю пополам зона просто допустим это будет такая почище покрасивее девчачья да скажем так для бикинисток вторую зону оставим соответственно для пляжников то здесь ничего нам мешать не будет как обычно в декаде бывает здесь не трогайте фортепиано пианино много стульев это все будет убрано и все будет чисто это ты там сейчас рассказываешь вот это да про макдональдс блин люблю макдональдс чтобы пресс был получше ешьте биг мак сейчас и выложишь так так соответственно бикинистки тут могут сразу отпариться там очень классная баня буквально вот 50 метров а ну прям можно смотри не попала в финал бежишь в баньку в баньке с венечком нормально отпарят все сделают все идет я имею ввиду помоют имеется ввиду и все и ты чистые душой и телом едешь на следующий турнир специально для спортсменов которые едут издалека бикинистки пляжники если у кого-то желание возникнет приехать заранее на турнир в пятницу да или там может быть набор субботу остаться они должны они могут в гостинице которые можно показать находятся буквально там 50 метров от места проведения гостиница называется отель принцесс фрок забронировав здесь номер они могут еще и бесплатно по гостевому визиту позаниматься в клубе олимпик который здесь же заходится за местом проведения если кому-то нужно вечером перед странами потренироваться или прокачаться ну вот ребята вы опять меня в гостях моем скромном детище здесь медали со всех разных турниров ну вот что и с последним из последнего это прошлогодний гран-при байкал такая вот тяжеленная статуэтка она так я думаю килограмм 8 весит прям тяжелая вот такая медаль красивая вот это уровень это кто к чему стремиться надо и вот от него варить такой еще красивая в дереве сделаны как это не знаю планшетка как назвать даже ночью и выгравлено все в металле красиво и вот так же это последний мой турнир завершающий в штатном году турнир даймонд кап до бриллиантовый кубок где я занял бронзовую такую медаль кстати с этим турниром на кто помнит была такая скандальная история где там спортсмен повел себя не очень скажем так красиво из категории свыше ста я думаю ну те кто знает видели эту видео это видео в интернете да ну вот поэтому теперь пора уже отдавать я думаю долги бодибилдингу в хорошем смысле слова и сделать что-то хорошее для спортсменов у себя на родине просто люблю да просто люблю банановый протеин от геона он не надоедает ну потому что какой бы протеин не был ты его если регулярно пьешь театр ну на один тоже вкус все равно мягко говоря начать тебя тошнить от него но слава богу от бананового меня не тошнит а хорошо пьется буквально пару дней назад занимаемся мы может увидел с пашей в алекс фитнес тренировался тоже но крепкий парень большой да он на метр девяносто с чем-то я вроде такой ну я по-моему в майке был или футбол ну видно что я такой достаточно накачан все в том зале где мы тренируемся там знают кто такой там подходит фотографироваться кто-то там просто совет спрашивает такой дядечка в возрасте смотрят смотрят что-то парни вы какие-то слабоватые и там паша большой вес напарник мой берет большой вес и в ней я возьму поменьше да да ты конечно подрещай чем чем тот то то здоровый ты хоть где-то чем учишься так выступать такой собираешься или для себя мучиться я бы ну я говорю пару раз пытался а паша пока для себя ну вот как-то ну ладно ведь это хорошо да так это сильно так не усердно надо будет выступать тогда хотя бы начинать ну раз уж мы сегодня оказались в этом замечательном зале значит я пойду немножко потренируюсь но вы со мной ребят будильник пришел наверное как большинство ребят смотря фильмы с героями тех лет это шварценеггер и салона всякие ну и отчасти конечно же кто знает у меня есть брат старший конечно и под его влиянием он тренировался ну и я тоже решил что неплохо было бы стать помощнее так что я всегда был такой маленький худенький кто меня с детства помнит наверное считают что я был еще и противный тогда вот ну и как потихонечку где было цели выступать я для себя тренировался чтобы нравиться девчонкам и немножко себе и в один прекрасный момент когда старший брат поехал на соревнования попробовать себя точнее было по-другому он съездил посмотрел турнир приезжает и говорит слушать да там вообще делать нечего я приеду в следующий раз выиграю там ребята все ничего особенного ну ну ладно посмотрим вот и как то он подготовился выступил финал попал без медалей я на все это дело тоже посмотрел и подумал что в принципе в категории юношей можно попробовать и она как так закрутил завертелось я первый сезон хорошо от выступал сюда были медали второй сезон на пользу наверное мне же я выступил менее удачно без медалей был потом какой-то момент был в жизни когда я не выступал тренироваться для себя немножко там скажем так по юности хулиганил непонятно чем занимался вот но все равно определенный момент на рубеже двадцати там 21 года я понял что не могу без этого что мне просто нравится это и я соответственно не ставя какую-то определенную цель перед собой просто начал тренироваться и делать форму вот и это не оставил себя долго ждать я после в 2003 году после витя шаймена на двух турнирах там по моему области москва 2 3 место занял но потом была пауза с переходом во взрослую категорию и в 2005 году скажем так после того как я опять же неплохо выступил по уже по мужикам возрастной категории и занял на москве области после если кто помнит такого спортсмена иван комаров был маленький такой но очень здоровый на фоне него я бы сейчас смотрелся просто классиком но у меня были неплохие пропорции и соответственно медали были пусть не первые места на 2 3 были произошла моя встреча с небезызвестным алексеем киреевым просторой доктором любером и у нас закрутился такой хороший скажем так тренер спортсмен тандем и буквально за год до за год и я перешел в категории до 100 килограмм хорошо спрогрессировал но надо отдать должное я тогда и пахал как как волу ничего перед собой не видел кроме спорта по большому счету это были тренировки алексей ко мне приезжал мы реально тренировались какие-то схемы писали то есть такой был хороший молодежный запал да бодибилл конечно несомненно сильно поменялся появились социальные сети появился опять же интернет youtube так далее да и я это ощутил в первую очередь когда после долгого перерыва вернулся в спорт не обязательно быть чемпионом там отчасти там звездой там и собирать все титулы да достаточно быть достаточно хорошо выглядеть и быть медийным уметь общаться быть коммуникабельным вот не знаю плохо это или хорошо но это так и с этим приходится мириться и приходится самому быть более медийным и общительным хотя считаю что не все наверное вещи можно все равно показывать и выставлять на показ то что-то должно оставаться все равно достаточно личным а что-то можно вот но это нравится людям люди могут немножко заглянуть как бы к тебе в гости да можно так сказать и ты можешь с ними чем-то поделиться существует стереотип что на бодибилдинге нельзя на заработать опять же заработать для каждого понятие такое разное да однозначно могу сказать что занимаясь бодибилдингом и превратив это свою профессию я имею ввиду не профессионального бодибилдера там персонального тренера ну около спорта однозначно если вы знаете свое дело и профессионал своего дела вы можете хорошо заработать ну как минимум вы будете жить хорошим средним достатком точно не бедствовать а если вы мне кажется это все как в любых других профессиях если ты лодырь то конечно ты можешь клянчить и говорить что тебе плохо живется просто многие приходя в бодибилдинг в первую очередь они думают что если они талантливы им кто-то что-то должен дать это не так попытайтесь заработать себе имя сами а потом на этом имени в этой индустрии заработать у нас уже куча примеров которые ребят которые так сделали и которые не являются самыми титулованными они просто научились грамотно монетизировать свою популярность так вот это наверное самое главное научиться ее монетизировать и научиться давать людям иметь возможность людям дать то что они хотят просто тренироваться но наверное это скучно наверное нужно еще быть помимо этого разносторонне развитым то есть допустим вот я если взять меня я тренирую людей в зале но это скорее хобби которое приносит мне заработок потому что у меня есть и другие виды дохода мое сотрудничество гион приносит также мне хороший дивиденды слава богу опять же меня приглашают на семинары мне это приятно значит люди хотят что-то от меня услышать это тоже приносит свой доход я стараюсь быть открытым для людей и слава богу опять же интернет помогает и онлайн вести какую-то деятельность и это радует раньше этого конечно не было поэтому сейчас в 21 веке когда современные бодибилдеры говорят что я не могу заработать скорее он не хочет заработать или не хочет меняться в угоду современных тенденций но тогда может быть ему стоит просто чем-то другим заниматься это вопрос уже скорее к нему чем к самому спорту так вы были на канале боди мания подписывайтесь на канал приезжайте на турнир гран-при дудушкин тим забирайте призовые и езжайте на остальные старты которые вы себе запланировали